ITMOG сегодня это самый большой в России джобсайт по поиску IT-специалистов. Когда я говорю IT-специалисты, это не только там, как мы приняли изначально, это там, не знаю, программисты, дизайнеры, а в принципе это все, что связано с IT, это продажники сферы IT, это PR, SMM. Понятно, что HeadHunter на данный момент супершоп больше нас, но как бы мы говорим именно про тот ресурс, который специализирован на одной сфере, а не сделан под все. Если смотреть там по конкурентам, то не знаю, их практически нет. Есть какие-то заменители, а прямых конкурентов нет. Когда я набирался персонал и работал там в американской компании Quest Software, было очень много проблем с подбором персонала в России. Когда набирал персонал там, не знаю, в Америке, общался с HR-ами там, было все намного проще. Почему? Потому что там огромное количество каких-то интересных и узких сайтов. Не знаю, нужны мне программисты .NET, я иду на один. Нужны программисты Lotus, я иду на другой. Вот. И ту модель, я очень много работал с dice.com, я захотел как-то адаптировать на Россию. Достаточно, не знаю, за месяц мы написали прототип, решили попробовать. Прототип понравился, мы выиграли там конкурс WebReady и, в принципе, увидели, что это работает. И тогда уже, не знаю, мне показалось, что мне это интересно. И я начал развивать собственную компанию уже именно как отдельный сервис. Окей, если говорить про количественные показатели, у нас там был достаточно небольшой трафик, там, я не помню, конечно, по пользователю. Но за первый небольшой такой сезон, с января по май, такой в бете, у нас получилось там чуть больше тысячи вакансий, там чуть больше, наверное, 900 резюме. То есть мы увидели, что люди сами приходят без какой-либо рекламы. Просто, ну, я брал, шел в большие компании, там, в которых огромное количество вакансий. Я шел в интересные стартапы, интересные вакансии. Я не знаю, я общался с иностранными компаниями, которые готовы привозить к себе из России. И тем самым у нас появились те эксклюзивные вакансии, которых ни у кого не было, с одной стороны. С другой стороны, у нас появлялись именно хорошие. Мы специально изначально отбирали хорошие, дорогие. Посолка входящих заявок от компании достаточно большой. И мы очень много компаний отказываем, потому что у нас в России почему-то так принято, что они джопсайты иногда считают как способ продвижения по SEO. Начинают какие-то там тучи ссылок лепить и так далее. То есть мы, честно, как бы эти компании сразу не пропускаем дальше. То есть мы их блокируем даже. На окупаемость мы вышли только на второй год. Вот, это буквально не так. На первые полгода мы жили полностью на свои деньги трех основателей. Вот. И, ну, они нанимали людей, платили зарплату, покупали севера и так далее. Дальше к нам пришел Mail.ru Group вместе с Headhunter и, соответственно, предложили нам проинвестировать на сид-стадии. Нам это казалось очень интересно. Почему? Потому что, во-первых, Headhunter – это тоже ресурс, который появился с нуля в 2000 году и сейчас там самый крупнейший ресурс, в принципе, по всем показателям России. Вот. И второй момент – тот основатель, кто к нам пришел, это Юрий Веровец. Он очень много нам помогал и я, в принципе, до этого за ним следил, смотрел все, что он делает. Если бы нам предложили купить команду перед Headhunter, я бы сто процентов отказался. Это первый момент. Второй момент – ну, Юрий, в любом случае, как адекватный и любой другой, скажем так, инвестор, они понимают, что если проект хорошо растет, то лучше пускай надевается в том направлении, а не сливать. То есть сейчас, наоборот, рынок, он, скажем так, начинает расходиться по каким-то таким узким сферам, которые начинают очень хорошо расти и смотреть там на запад. Метрики сейчас у нас там чуть больше 300 тысяч посещений в месяц. Если смотреть, ну, к примеру, на самые большие активности в соцсетях, то есть к нам из соцсетей и к нам, не знаю, Яндекс, Фейсбук, Твиттер и так далее, трафик там, наши группы составляют тоже там порядка 300 тысяч. У нас на каждой соцсети есть отдельный менеджер СММ, который занимается продвижением и работой с ними, и мы там также делаем, не знаю, постим опросы, делаем какие-то интересные статьи, делаем какие-то новости. Постоянно, ну, то есть у нас каждый день идет там активность. Все анонсы онлайна, они уходят у нас обязательно на соцсети. Мы для себя выделили три аудитории. Это аудитория, которая там джуниров и более-менее тех, кто ходит на джопсайты. Вторая аудитория, которая не ходит на джопсайты, но она интересуется какими-то ивентами и так далее. И есть третья аудитория, которую мы называем там, наверное, самой интересной, которая, в принципе, ходит на мероприятия, общается активно очень, но она вообще не ходит на джопсайты, потому что ему интересно. У них отличная заплата, у них отличные знания и так далее. Как мы с этой аудиторией работаем? У нас есть отдельный бизнес, который занимается именно онлайн-трансляциями, там, мероприятий наших, так и партнерских, То есть большие крупные мероприятия, мы очень часто делаем онлайн-трансляции, мы записываем, и дальше мы все это бесплатно выкладываем. То есть можно прийти и посмотреть выступления интересных российских турбережных спикеров. Второй момент, что у нас очень много активностей именно в соцсетях, где, в принципе, вся эта аудитория присутствует. И тем же самым мы захватываем ту аудиторию, которая не пойдет на джип-сайт, но которая увидит наши вакансии в соцсети, которая увидит наши вакансии на мероприятии, которая увидит наши вакансии, придя на онлайн и так далее. И тем самым мы сильно расширяем круг людей, которые, в принципе, не ходят на джип-сайты, но которые придут к нам. И не обязательно за вакансиями. То есть понятно, что он один раз придет, другой раз придет, третий раз придет, он получает у нас какую-то интересную информацию, он получает у нас полезный контент, обучение, и потом приходит к нам. У нас есть такой формат, как школа программирования, когда мы собираем до 30 людей, и в течение месяца, 8 выходных, мы их обучаем. Мы собираем там, не знаю, топ-компании типа Oracle, Motorola, Mail и так далее, и спикеры там подобраны вместе с нами и учат их практическим знаниям. Пока у меня план сделать наш ресурс самую крупную по посещаемости именно в сравнении с суперджопом, с хатхантером, а дальше будем смотреть. Пока у нас, ну как бы мне интересно заниматься тем, чтобы бизнес развивался, мне интересно заниматься тем, чтобы мы приносили пользу. А дальше уже будем смотреть. Честно, у меня пока на данный момент нет какого-то плана, чтобы там продать, не знаю, больше 50% компании или что больше. Сначала мы когда там получали все инвестиции, мы понимали, что нам нужен небольшой, скажем так, финансовый толчок, а дальше уже исходя из него будем смотреть. Пока мы вышли на окупаемость, сейчас мы думаем, что скорее всего будем привлекать какой-нибудь раунд A, чтобы как можно, скажем так, быстрее набирать ту аудиторию, которая нам нужна. Субтитры сделал DimaTorzok